Остался только Ной, и что было с Ним в Ковчеге. Вода же увеличивалась на земле в 150 дней. Бытие 7 глава, 23-24 стихи. Столько-то дней вода все поднималась. Здесь опять подумай о необычайном великодушии и мужестве праведника. Чего не вытерпел он, представляя себя, и так сказать, видя умом, как тела человеческие и тела скотов, чистых и нечистых, все погибли одинаковую смертью и смешались вместе без всякого различия. Чего он не вытерпел, когда размышлял сам собою об одиночестве, об этой пустынной печальной жизни, не обещавшей никакого утешения ни от беседы, ни от видения, когда верно не знал и того, сколько времени должно было ему прожить в этой темнице, пока вода продолжала шуметь и свирепствовать, с каждым днем увеличился у него и страх. В самом деле, чего приятного мог ожидать он, когда видел, что вода в течение 150 дней оставалась в одинаковом положении, поднявшись высоко и немало не сподная. Однако же он благодушно переносил свое положение, зная, что Господь всемогущ, и как творец природы все творит и преобразует по своему изволению. Не тяготился пребыванием в ковчеге, потому что благодатная помощь Божия укрепляла силы его и подавала ему достаточно утешения, не попуская ему упасть духом и предаться чувствам неблагодарным и низким. Так как он наперед, с своей стороны, явил неослабную добродетель, высокую праведность и сильную веру, то и от Господа уже было даровано ему в изобилии терпение, мужество, благодушие во всем, способность прожить ковчеги, не потерпев от того никакого вреда и расстройства, и не тяготясь сообществом животных. Этому-то праведнику будем и мы подражать, и постараемся делать все, что требуется с нашей стороны, чтобы явиться нам достойными даров Божьих. Он ожидает от нас повода, чтобы показать великую свою щедрадательность. Не лишим же сами себя поленности даров его, но поспешим и поревнуем сделать начало и вступить на путь добродетеля. Чтобы, получив высшую помощь, могли мы достигнуть и конца. Без помощи высшей силы мы не можем сделать ничего доброго. Итак, взявшись за надежду на него, как бы за якорь верный и твердый, будем держаться за него и не станем смотреть на труд добродетелей, но размышлять о награде за труд. И таким образом все переносить благодушно. И купец, когда стоит пристань и выйдет в открытое море, не думает только о морских разбойниках и кораблекрушениях, морских чудовищах и о напоре ветров, о непрерывных бурях и несчастных случаях, но и о выгодах, предстоявших после этих опасностей. И, питаясь надеждой благодушно, переносить все встречающиеся неприятности, только чтобы получить больше денег и с ними возвратиться домой. И земледелец также не думает только о трудах при обработке земли, о сильных дождях и бесплодии земли, о нападении из горы и об упустошениях от саранчи, но представляет в уме своим и в умно, и снопы хлебные, и потому благодушно переносит все от надежды на прибыль, не чувствуя тягости трудов. И хотя успех неизвестен, однако же он, утешаясь приятными надеждами, не отчаивается в своих трудах, но делает со своей стороны все, что надобно в ожидании получить награду за свои труды. Опять и воин, вооружаясь, доспехи свои и готовясь идти на войну, не думает только о ранах, поражениях, нападениях врагов и о других бедствиях войны, но воображает в себе победу и трофеи и таким образом облекается во всеоружие. Хотя исход войны неизвестен, однако же он, отринув всякую мысль об этом и живописуя себе приятные надежды, отлагает всякую робость и, взяв оружие, устремляется против неприятельского ополчения. Если же возлюбленный купец и земледелец и воин, несмотря ни на неверность успеха, ни на большую вероятность неудачи и на множество различных, как вы слышали, препятствий, не отчаиваются и не оставляют трудов, утешаясь надеждою, то мы как оправдаемся в том, что не брежем от добродетели и не подъемлем с охотой всякий труд ради ее, тогда как у нас надежда несомненна, обещано нам столько благ и награда бесконечно превышает все труды наши. Послушай блаженного Павла, что он говорит после столь многих и тяжких царбей, нападений, уз, ежедневных смертей. Нынешние временные страдания ничего не стоят сравнений с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8.18 Хотя бы мы, говорит, каждый день предавали себя на смерть, чего, впрочем, природа не приемлет, хотя воля, побеждающая природу, по благости Господа чтится, все же и тогда наши страдания не равнялись бы тем благам, которые нас ожидают и той славе, которая в нас откроется. Смотри, как велика слава, которую получает творящий добродетель. Она превыше всех подвигов, какие бы кто ни совершал. Пусть он достигнет самой высоты, но и тогда будет еще ниже ее. В самом деле, что может человек совершить такое, чем бы он вполне заслуживал щедродательность Господа? Если Павел, столь великий и высокий муж, говорил, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Если так говорил тот, который сказывал себе, каждый день умираю и более всех потрудился, то что скажем мы, которые не хотим поднять и малого труда ради добродетели. Мы всегда ищем покоя, только и смотрим, как бы избегнуть всякой неприятности, а между тем знаем, что невозможно достиг тамошнего вечного покоя. Если здесь не возлюбим жизнь подвижническую, в самом деле здешние скорби располагают нас благоугождать Богу, и малые подвиги здесь совершаемые даруют нам великое дерзновение там, лишь бы только мы решились поступать по совету этого Учителя Вселенной, апостола Павла. Подумай, возлюбленный, то, что случается с нами здесь, хоть при скорбах, однако же кратковременно, а благо ожидающий нас там бесконечный и вечный. Видимое говорит временно, невидимое же вечно. Второе послание Коринфянам 4,18. Перенесем же благодушно временное и не уклонимся от подвигов добродетели, чтобы насладиться вечными и неизменяемыми благами, которые досподобимся все мы, благодатью и человеколюбиям, Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Слава, Вышне Богу на земле, мир человеческое благоволение. Слава, Вышне Богу на земле, мир человеческое благоволение. Слава, Вышне Богу на земле, мир человеческое благоволение.